Здравствуйте, уважаемые мамы! Сегодня вам хочу рассказать про пангузники от Хелен Харпер Бэби. Пангузники пятерочка. Вес ребенка должен быть от 11 до 18 килограммов. Пангузники я эти использовала. Ребенку моему было, наверное, 12-13 килограммов в этом диапазоне. Но надо признаться, что как раз с возраста от года и трех у меня ребенок стал очень писаться по ночам. Наверное, это связано с тем, что все-таки он у меня стал отвыкать от груди и перешел на бутылочку с водой. И как ночью проснется, так сразу пьет бутылочку. Так что очень много прудить стал ночью. Ну давайте. Это была предыстория. Теперь давайте поговорим о пангузнике. Так, что нам обещает производитель? Кстати, производитель это Онтекс. Знаю, что для многих важно, кто производитель пангузников. В данном случае это Онтекс. Но эти пангузники чем-то отличаются. Конечно, от других пангузников Онтекс. И в лучшую сторону отличаются. Так, давайте, что нам обещает производитель? Давайте начнем. До 12 часов сухости и комфорта. Ну насчет дневного времяпрепровождения. Я уж не знаю, какая мать оставить ребенка на 12 часов. В одном пангузнике тут я не проверяла. Что касается ночи, ну там тоже 12 часов у меня ребенок не спит ночью, гораздо меньше. Но пангузник показал себя с хорошей стороны. Как я уже говорила в начале видео, у меня ребенок стал очень много писать ночью. Этот пангузник протекал, да протекал, но протекал не всегда, не постоянно. То есть бывало то, что утром просыпаемся, а пангузник очень полный. Прямо, не знаю, столько килограммов, ну в кавычках, воды в этом пангузнике, что не знаю, как даже не протекло. Но бывало, что и протекало, конечно, но в этом я пангузник не виню. С этим объемом жидкости, с ночным, у пьющего ночью ребенка, я думаю, ни один пангузник не справится. Так, ну что касается вот 12 часов сухости и комфорта, тут уж так под вопросом. Но хорошо себя показали. Отлично сидят. Ну да, отлично сидят. Имеются резиночки, высокая посадка у пангузника, резиночки, тянучки. Не очень такие тянущие, но бывают пангузники с более тянучими застежками, но они хорошо тянутся. Никакой тумости нету. Так, что дальше? А вот тянущиеся боковинки, да-да-да, многоразовые липучки. Ну да, было дело, что отреплялись, потом заново лепились. Но я думаю, не в этом суть пангузника. Мягкие. Да, мягкие. Да, мягкие. Мне даже кажется, немножко мягче, чем другие подгузники от Онтекса. Ну, мягкие. Но бывают и мягче. Но эти хорошие подгузнички. Дышащие. Не знаю, как тут дышащие проверять. Но попа в них не прела. Три слоя для лучшей сухости. Ну, наверное, вот это фиолетовый средний слой. Прикольный слой. Не во всех пангузниках Онтекса есть такой слой. Но мне кажется, действительно, Он что-то дает. Потому что пангузник реально впитывает. Ну, как и у всех пангузников, есть защитные бортики. Бортики высокие. Ни одна какашка не пролезет. У нас тоже какашка не пролезала ни одна. Неплохой дизайн. Ну, не знаю, какая мама выбирает пангузники. Конечно, по дизайну. И моему ребенку не очень-то интересно разглядывать дизайн. Удобно, что есть на вот такой полосе середина. Это вот такой мишка. Потому что когда ребенок уже большой, ему проблематично одеть трусики-пангузники. А тем более еще и сами пангузники. Но тут есть середина. Поэтому есть куда ориентироваться. В целом, подгузниками я этими довольна. Очень довольна. Если они будут по скидке, то их брать я обязательно буду. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.